добрый день уважаемые зрители подписчики канала за референдум лайф кто еще не подписывался обязательно подписывайтесь ставьте нравки делитесь этим видео сегодня у нас 14 апреля 2023 год это москва это ярославский вокзал вот перед вами как раз народ идет на электричке едут так сказать после тяжелой трудовой недели сегодня пятница все идут домой соответственно здесь стоит одиночный пикет национально-освободительного движения активисты из рабочего объединения межрегиональных штабов Вячеслав Кулешов я веду репортаж Вадим Гончарук всех еще раз приветствую как раз то вот и здесь здесь вот на этом месте неделю назад прошлую пятницу до Андрей Кравчук был стоял в пикете и тут была так сказать организована массовая провокация против нас против нот в этой провокации участвовало как я посчитал 9 человек ну тут все было срежиссировано вот чуть дальше стояли вот там вот там где Миша и они значит по очереди все ходили сначала женщина потом парень потом дедушка по полуумный там видно значит на лице что у него диагноз вот в этом месте вот где красная вот эта штука стоит встал какой-то мужик с плакатом такого желтого цвет плаката на котором было написано что ищу смешных людей в таком вроде было я к нему потом подошел спрашиваю каких вы людей то ищите для чего они нужны ну вот типа тут разыгрывать будем кого-нибудь то есть специально вот тут вот выставили да пикет стоял вот там то есть типа вот у них розыгрыши то есть они стоят вот здесь на вот идет смотрят туда видят одиночный пикет с изображением президента на знаме тоже президент и это типа какой-то они хотели наверное сделать так что типа народ думал что это какой-то розыгрыш да ха-ха как смешно вот тут значит стоит пикет говорит о том что у стороны нету суверенитета что страна внешне управляемая ха-ха-ха это какой-то розыгрыш вот в этой логике вот это было все сделано и потом уже значит вот эта вся тут очередь людей причем 1 один за одним пошли это все было срежиссировано конечно же не сразу мы это поняли но потом учет разобраться абсолютно так не сложно во всем этом цель была этой провокации конечно же спровоцировать нас там на что-то скорее всего они хотели но думали что потому что вот этот дедушка который там начал реально оскорблять президента они думали что вдруг мы тут начнем его бить там ногами или чего-то там на эти вот и кто это заснимет со стороны они стояли и снимали вот это все на видео есть вот как там не помню называлось это видео до видео называлась мы с ним за суверенитет россии а ты вот так вот это называлось видео 40 минуту вот кто не смотрел посмотрите 40 минут вот я в комментариях оставлю ссылку на это видео вот кому интересно смотрите и вот так вот устроили тут такую вот значит провокацию организованную то есть понятно что к ней готовились подготовили 9 человек значит вот там женщина потом парень молодой потом вот этот полу сумасшедший дедушка охранник вот там стоял вот здесь он стоял такой джинсовой куртки с ним еще было наверно один или два человека и вот здесь вот стоял с плакатиком и возле него тоже было двое то есть их было трое и там значит че шесть вот девять человек ну вот так вот такие провокации устраивают здесь вот на ярославском вокзале вот сегодня пятница опять вот не видно их да цель значит была конечно спровоцировать как-то дискредитировать потому что явно что они это все снимали они знали что мы это все снимаем и вот они хотели вот устроить вот типа что вот народ против путина вот видите одни значит один против 2 против 3 против 4 это все ангажированные люди которым заплатили бабки они просто играли спектакль и в итоге когда вот этот дедушка начал просто там так сказать оскорблять президента проходящий мимо человек говорит ты чего я тебе сейчас морду дам и на этого деда ну и тут этот охранник вступился и они поняли что народ поддерживает президента и отступили ушли все ретировались вот такие вот происходит тут история друзья на ярославском озере сегодня вот прямо здесь полиция вмешается ну опять подсылают то там 9 человек организовали то тут сейчас подумал типа пьяные писал сначала вот флагом помыхать вот видит флаг отбирает вот потом мы вроде давай сфотографируемся мужиков сфотографировал тут подошел опять с мужиком и к ним поговорил потом возвращается ну что это бать ну что ты ну мы за Россию ну дай мне флаг я говорю да ты не мешай я сейчас полицию назову что ты не мешаешь пикет проводить кого полиция ну и кутиком тут все вызывай мне и полиция я наверх на ступеньке наверх поднялся я думаю проблем ему будет нет залез опять я вниз он опять за мной ну долго бегали бегали матом он орал потом ребята его поднял парень в кассе стоял что ты к нему привязался за грудки его оттащил за грудки его оттащил другой подлетает тресим его в бочину вот так вот охранник выскочил они втроем его погнали к столбу к этому и как раз полиция шла они увидели потасовку небольшую и забрали его в итоге полиция его забрала и вот они потом наряд подошел ну что тихо я говорю ну все ваши забрали наши забрали уже все он там сидит ну отлично отлично что сработали да конечно ну что тут причем видишь приходит он стоял то есть они видишь они все время запускают какие-то новые сценарии провокаторства то вот этих 9 человек тут они значит хороводили то значит сейчас они пьяных подсылают полуумных там еще каких-нибудь знаешь которых там как с гуся вода даже если его задержат вот таких подсылают со справкой да со справкой ну да там еще к нему какой-то мужик зацепился тоже а ребят ну что вы стоите ну за кого вы тут ну голосуете ведь он же это всех пообманул тут я говорю ну как начал ему объяснять а вот для них вот это десятая статья это конституция это все срыв башки как это так он не является властью как же все равно да он же говорил я говорю ну что как человек не обладающий властью может поднять пенсионный возраст да как вот ну ребят ну вы ж не за него не за него стоите да вы ж не за него я говорю ну да с плакатным флагом не за вас ставим а не за него чтоб вам жилось легче ну и тут вот как раз вот началась эта драка это пацаны относили и этот мужик там всегда был тяжелый он всегда был тяжелый очень много народ здесь же понимаешь получается вся страна пестрая вся страна весь диапазон и интеллигенты тут ходят и инженеры и да полный диапазон совершенно точно здесь спектр кто подходит ко мне и те которые за много женств и те которые против много женств все ходят из совета федерации если мужчина подходил ко мне сегодня нет вчера а такой седоватый да 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 но он тоже подходил с фотографией Владиславовна я всегда ваши фотографирую все ребят если какие то провокации вы ко мне отвечаете спокойно отойдите в сторону там не надо ничего так что туда пестный народ да это точно там в своем совете федерации эти фотографии рассылают Матвиенко ну он при мне ну да он в Матвиенковской отправит он при мне набрал вот видите ты узнаешь Евгений Васильев вот а как люди реагируют листовки газет берут поддержку нет да там интересовался слушай а чем вот я могу помочь ему вот так вот уже ну я ему объяснил что нужно иск подавать мы подаем иск сейчас выявляем поисковик забей там Горбачева суд и все да против реформы Горбачева да да против незаконных ой ты обязательно а Горбачев тем более сука такая вот да все все разберусь я это обязательно сделаю обязательно а один сегодня там кричал вот против Ельцина попер я я с тобой согласен да все он да да соглашаешься да и вот это вот это да я говорю все согласен с тобой по Ельцину все согласен тогда я возьму у тебя газетку я я вот еще листовку ему дал и листовку ему дал а вот про Путина все тут у него заклинило как это власть не является а как это да все равно вот тут он все равно я говорю ну ты не найди не надо мне все равно копать где-то он там ты мне покажи вот статья Конституции что он является власть что у него полномочия там парень стоит какой-то тут в ушах такие кольца да да конечно он же власть я говорю ты Конституцию в руках держал да у меня по праву там что-то я закончил рис да как обычно они там три высших образования я говорю ну процитирую мне тогда десятую статью Конституции ну я не могу тебе процитировать я говорю ну я тогда тебе процитирую что три ветви власти судебно-законодательная исполнительная ну вот и президента там нет не ну ты знаешь там он же все равно он же может разогнать этот правительство да там воздуман воздуман да нет не может он же там сложный очень механизм не может никак он не может разогнать ну короче я говорю ну а что это изменит ну разогнал это равносильно я говорю как вот идут соревнования да какие-то а тренер подошел все снимаем команду назначаем новую ну что что ты можешь сделать новой команды ничего не готово это пока они соберутся пока что сколько времени пройдет какая сложность будет ну ну все равно все равно я говорю ребят учите законы один подошел там показывает корочку капитан МВД я СССР СССР в 23 году получил я говорю в этом году я говорю да что ты я уже думал 1923 это просрочено какое смотри показывает да 23 год это кто ему выдал я засмеялся я говорю понимаешь я говорю был в паспортном столе они не работают сейчас по этим по СССРу никакого документа ты СССР не сделаешь да даже и сделаешь что Сбербанк не принимает кассы железнодорожные там авиа тоже не принимает такой паспорт я говорю зачем он тебе нужен то если он нигде не нигде не привиняется а ты не знаешь тут этот вот достал мне документы папку достал ну и начал там вот как это Мальцев тогда вот он сюда кричал это уже СССР это и вот такая же система я не знаю вашего Мальцева во Францию сбежал теперь ты продолжаешь там оферты эти какие-то там ну короче всякие да то есть у людей как бы остались переживания за СССР какие-то добрые намерения мысли он наверное жил в СССР помните что ходит с корочки СССР а как в реальности вернуть он механизма не понимает да и получается ходит довольный с этой фейковой корочкой ну зато там написано СССР то есть у него внутренние переживания как бы есть и даже мы их поддерживаем то есть я за СССР но как законное поле вернуть этот механизм он не понимает и за это получается даже не борется как еще объяснить то есть если бы он присоединился бы к ноду он начал бы бороться за СССР по настоящему то есть возвращаться в законное правовое поле и отменять незаконное решение Горбачева и мы тогда вернемся в международное правовое поле которое базируется на пяти документах по итогам Второй мировой войны это вот Тегеранская конференция 2003 год Ялтинская конференция Ялтинская конференция Поздамская конференция Парижская конференция и Хельсингский парк 1975 года когда собрались эти страны и везде стоят и везде стоят и эти документы никто не отменял международное право не превышен А еще главный вопрос за этим вам получается да это постоянно каждый день постоянно то есть понимаешь получается они не идейные а ходят и не уходят в рамках либерального капитализма или где-то побольше в углу окладь большое спасибо Путину хочу передать за увеличение пенсионного возраста которое он обещал не увеличивать пенсионного возраста это требование МВФ а он же обещал что пока он президент что в 2005 году а ты ему дал полномочия для этого а ты полномочия дал президенту ну что то да что то хочешь ну это не президент диктатор ребята учите закон ребят да ну вот нотариус имеет право как бы менять законы в стране нотариус это не подписывается да то есть простой пример да вот я всегда его привожу вот людям подобного которые задают вопрос если президент главный нотариус в стране который подписывает законы документы там и так далее значит если вы приняли решение например квартиру свою переписать на кого-то да то это ваше решение вы пришли к нотариусу да он при он сверяет паспорт ваш ага кого переписывать ага так все там документы в порядке это в порядке договор в порядке подписи поставили подписи значит это действительно заверены все он обязан так сказать оформить это все но он не субъект принятия вот этих решений а вы субъект принятия вот и все как бы так вот на простом языке если объяснить а нет а почему путин там нам не сделает красиво мы там это хотели а нам там того того не сделали чего-то там да ну а вы дали ему полномочия для этого ну да дайте полномочия тогда сделают вам красиво нет а чего он там царь и бог и все вот эти сказочки вот эти либеральные которые просто там интернет если открыть я просто иногда смотрю вот эту на так просматриваю иногда это там просто там такое несут это ужас просто ужас мы ему как бы сказали о том что он может быть не прав и он испугался этой мысли задуматься о ней ну послушал бы нас постоял бы выяснил подискупировал нет он просто убежал то есть он держится за свою мысль оправдывающую все существование все поведение да нет дискуссии тут не бывает это так что путин царь путин командует да его жизнь не рукою этого вина путин и все ! вот сейчас женщина стояла когда вы там снимали да с женщиной второй да подошла женщина сняла и думаю ну щас может с хорошими намерениями может галпетка подойдет возьмет но нет проходит има и говорит вот 그렇 Того должны мы знать в лицо. Привет передаёт. Приветствую Вячеслав, Вадим, Михаил. Молодцы, так держись. Привет! Привет, Рамиль. Приветствую, конечно. Люди, видишь, из мурака не могут никак выйти. Смотрят американский телевизор. Они промывают с утра до вечера мозгу и всё. А кричат, что мы смотрим в телевизор? Понимаешь, вот как хитро сделали. Мы сейчас с женщиной разговаривали, Мира, которую зовут. И вот она стоит, сокрушается на эту толпу. Говорит, ну а что вы хотите? У людей работа, зарплата. Дом, работа, работа, дом, работа. Вот они бегают в этом круговерте и смотрят на эту толпу. И сама же тоже побежала на печку. Я говорю, ну а что вы хотите? В американском полоне так и будет. Рабы должны бегать, рабы не должны думать. Рабы не должны разбираться, как работать в законах. Можно? Да. Рабы только должны крутить технику капитализма. Он интересен США. Я оттуда у вас, в Макеевку. В Макеевку? Да. Ну а там у вас горячо, да? Горячо. Он был в феврале. Горячо. А сами оттуда? Макеевка. А сами оттуда? А с Макеевки? Да, да, да. Ну и что там, как сейчас там обстановка? Обстановка, что? Там целые здания-то остались хотя бы или уже всё? Нет. Есть всё. Ну блин. Града летают вот это вот. Я ночью подорвался домой. Водку себе был. Спили. Все за Путина? Нет, я вот про Путина. О, очередной провокаторчик подошёл, да? Да, он у тебя всё украл, да. Ну понятно. Так, это уже опять провокаторы полезли. Да, да, полезли. Да, да, да. Знаем мы ваши сказки. Да, у меня пенсию отобрали, у меня ту отобрали. Я с Макеевки. Он подписал распределение. Нет, он не подписал. Подписал, я с вами видел документы на его подпись. Ну правильно, не подпишет. Он своей страной. А откуда вы уже идите? Макеевка. А у меня российские в Боровке. Ну, и что? Путин, он... И что, сейчас будете рассказывать какой Путин плохой, да? Я уверен, что Путин, потому что он неправильно. Чем он не подпил? Чем он не подпил? Чем он не подпил? Если б не Путин, то у вас бы уже не было давным-давно на свете. Понимаете? Уже застрелили где-нибудь в междоусобных войнах. Вот. Вот тогда бы... Да, это естественно. Благодарю. Мы всегда за... Ну вот таких вот, видишь, посылают. Ну, посылают, да. Чем почувствуют. Если бы не Путин, этого бы не было бы. Конечно. Ну, то есть, а вы не понимаете, что это американский терроризм с 14-го года к нам пришел в гости? Мне это рассказывать не надо. Надо. Мне это рассказывать не надо. Потому что я сам знаю. Вот сейчас Орман, президент Венгрии слышали, что он сказал? Ну и что он сказал? Если Америка перестанет финансировать терроризм на Украине, война прекратится. Естественно. И Америка перестанет... И мало того, что прекратится вся Украина. Потому что Орман сказал... Украина живет... А Зеленский что сказал? Что Зеленский сказал? Это... Западная Украина куда уйдет? Им уйдет. Он на Запад ее съест, конечно, да. Ну, поляки уже говорят, что... Уже такие рабы, как вы. Да, да, да. Это самое... Западная земля, это... Типа ихняя, да? Естественно, естественно. Он уже... Там уже губу раскатали такую, что... Он уже... Губозакатную машинку надо им уже... Да, да, да. Продал эти земли. Бесплатно подарить. Да. А их не земли. Они бы просто... Я был там. Я был там. И что дальше? Ты мне... Я в год приехал. Ну и что? Я знаю, что там... Полный пиздец. Нет. Нормально. Какой? Нормально? Все четко. Наши все четко. Ты давай, это... Бурение дорогие. Наши... Хорошо? За нахуй я, блядь, любого группу за... Я тоже самое. Я за нахуй... Ну тогда молчи. Хорошо? Ребята... Давай, это... За что война идет, расскажи. За что? Да. За что, ребята, там войну? Зайбал ты. Блядь, снимать их нахуй. Ну, вот... Ты... Ты тихаешь. Потому что... За что? За что? За бандереться вот эту, блядь... За наши земли идет война. За наши земли идет война. Донбасс это русские земли. Конечно, конечно. Война, да. Фашисты не хотят отдавать землю. Естественно. Вот у меня... Вот у меня... Все, блядь, не хотели войну, блядь, что это было. Моя военная форма... Моя... Этот... Орден... Нахуй, блядь, кому-то показать, кому-то, блядь, что-то доказывать. Я такой же... Доказывать никто не должен. Я такой же человек, как они, вот, видишь, вот. Люди будут. Я такой же человек. Ты понимаешь смысл, откуда Бандеровщина пришла? Кто ее финансирует, пассирует, толкает? Америка. Европа. Кто еще? Кто еще? Европа. Кто еще? Совершенно точно. Это недопонимание, знаешь, к чему? Кто недопонимание? Это Европа, блядь. Да, надо промывать мозги, да, да. А кто понимает, знаешь? Наши только. И китайцы. Все. И будет медведя. И все будет нормально. А еще страны Брикс, понимают. Брикс. 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 Про Брикса, да, вот. Армяне, что, да, вот. Армяне тоже туда существует, да, вот. Армяне. А почему армяне пошли против России? Вот скажи. Где? Против нас пошляне. Ну в чем именно? Армяне, грузины пошли против нас. Вот их надо. Блядь, армяне. Не, ну ты еще не слышал, Захарова сказала, чтобы это, так сказать, Армяне объяснили, почему они участвуют в учениях натовских Defender 23. 2023. Да, Захарова. Захарова сказала. Братан, мы с тобой сейчас нахуяимся до такой степени. Не надо, не надо, ребята. Не, я буду пить. А алкоголь уже надо заканчивать. Я понял, понял. Сам пей. Ну, пить надо, так сказать, чтобы, ну, где-нибудь дома, там, на диване, там, чтобы телевизор. Да я шучу, что ты этот. Ну, я болел. Сейчас на электричке и поехал. Правильно, правильно. Тук-тук-тук-тук-тук. Тук-тук-тук-тук. 40 минут. До кляжной. Все нормально. Да? Да? Мы с Россией всегда были и будем. Совершенно точно. Я не стал наши земли забирать сразу. Вот и к этому идет все. Да. Ну, вообще, Советский Союз незаконно ликвидировал Горбачев. Ну, это понятно. Никто не... Это все возвращается в свои. Товарищи-негры. Поддерживаешь? Родина, свобода, Путин. Давай. Кричи. У нас даже, это, в Шаке не работал. И работает до сих пор. Ну, да. Всех своих. Я не против, блин. Они россияне. Только что цены-то. Я россияне. Я взял ипотеку, да? Да. На 30 лет. Слушай, у тебя такой вопрос. Ты, конечно, пандаты или сложно? Да, пандаты, да. СССР, ты же жив? Да. Знаешь, что это все? Хорошая страна была? Отпущай. Ну, все, иначе можно дальше разговор продолжать. Ты понимаешь, зачем стоит пакетчик? Что он... Вот ты с войны приехал, да? А он здесь стоит, борется на экологическом фронте. Вот что он людям объясняет? Попробуй объяснить. Объясняет. Самый главный причем момент. Это... Если бы вот он победил бы... Если бы не Путин... Победит. Он победит, да. Он победит. Если бы не Путин, страны бы не было бы. Да, это тоже согласен. Вот и все. Вот это вот сто процентов. Ты прав. Сто процентов. Сто процентов. Если бы не Путин, страны бы не было. Не было бы. Не было бы, да. Да. Это он спас страну. Спас. Спас. Оттащил от пропасти нулевые. Я говорю. В туалет сходи. И все. Ну и что ты здесь сделаешь? Ничего не сделаешь? Вот это мужик молодец. Да вот. Что этот? Мы с вами. За Суилье за Россию. Да. Ну и что? Это человек наш. Наш. Если бы не Путин. Не было бы страны. Не было бы страны. Если бы не Путин, не было бы страны. Вот и все. Все вопросы. Аккуратно вот, элементарно взять, аккуратно взять Крым. Аккуратно взяли Крым. Без всего. Без единого выстрела. А мы страдаем. Донбасс страдает. За чего? 8 лет. А ты из Сдонбасса что ли? Да. Я с Донбасса. А то что делаешь? Не могу поесть. Ты что тут делаешь? Элементарный вопрос. Ты из Донбасса, да? Твои там гибнут, а ты... Я воюю. Я бомжую? Я нет. Я только неделю назад приехал. И что дальше? Где был Донбасс? Я с Артёма приехал. В Артёмовске я и был. И где был? В каком городе был? В Артёмовске. В Артёмовске? И что там творится? Вот скажи мне, пожалуйста. Там пиздец полный. Ну, пиздец, ну, знаешь, я знаю, что пиздец. Ты сам знаешь, и всё. Хорош, братан. Города нету там. Хорош. Просто ты... Давно ты тут? Давно ты бомбился? Да, конечно, бомбился. Ну вот, друзья. Такая вот... Такая, так сказать... Такой разговор... Произошёл. Один, значит, гражданин с горловки. Второй там воевал. Ну, немножко не совсем трезвый, конечно. Но... Вот так вот. Тоже. Объяснение. Даже собственному ребёнку. Да, я, наверное, помогаю. Чему? Объясняю. А что вы объясняете? Ну, объясняю, допустим, про тот же пенсионный возраст. Да, потому что он там... У него своё мнение относительно... У ребёнка? Да. Ну, он взрослый. А, взрослый. Ну, для меня он ребёнок, естественно. Ему 30 лет. Поэтому... Это самое. А кто поднял пенсионный возраст в стране? МВФ. Верно. Верно. Всё знаете? Я всё знаю. Потому что сейчас приходили люди, они утверждают, что это Путин поднял пенсионный возраст. Путин здесь ни при чём. Нас просто загнали в эту побалу. Да. То есть ноги растут с момента поражения в холодной войне. Причём американцы скрыли, что, типа, не было бы войны, не надо об этом говорить. Если бы они говорили каждый день, что была холодная война, и мы победили, народ задумался. А как же так? Так вот почему наша страна рухнула, потому что вот они победители. Да, я сама лично ходила на референду, голосовала за то, что сохранилась страна. В 91-м? Да, в 91-го года. На самом деле... Это вы так думаете? На самом деле наоборот. А на самом деле что в планке было написано? Я уже сейчас не помню, конечно. Там было... Вы за сохранение СССР было написано. Да. В обновлённой форме в составе независимых суверенных республик. Ну да, да, да. А что сказали юристы? 113 миллионов сказали за, мы за. 113 миллионов голосовали за. А юристы как сказали? Смотрите, а в старом СССР они больше не хотят? Они хотят в обновлённом? В обновлённом, да. А СНГ это, пожалуйста, есть обновлённая. Я, кстати, читала потом статью по этому поводу. Понимаете, какой обман это был? Да. То есть народ-то думал, что он первое слово увидел, а предложение-то без запятых написано. Юристы сказали. И Горбачёв на пятом съезде 1991 года, в пятом очередной следствии, в 1991 год, резко собирает 7 депутатов в высшей стране. Съезжает столько 1708 депутатов, а должна была быть 250. А в стране не надо. Мы видим, в трёх их выпустили. И он на этих депутатов давит. Народ потребовал развалить страну. Прямо в трёх этих трёх. Есть сценография, сценограмма этого съезда. Лукашевич, в интернете можете найти, она доступна. И они прямо прессовали депутатов. Он прямо нас ездит и ездит. Изменится всё. Америка, Америка едет. Это другая страна. Вот этим выйдем. Это Америка, другая страна. Пойдём, пойдём, оставим. Понаехали, блядь. Вот это? Да, я говорю, мне пенсию платят, там что-то 3 тысячи. Что-то молит. А где он воевал? Ладно, извиняюсь. Извиняюсь. Можно? А что, они обиделись на что-то? Да, обиделись. Потому что Путин пенсию. У них другая пенсия. А, пенсия маленькая. Ну, он сейчас закурил. Боевые действия. Закурил. Говорит, подошли штраф, выписали 500 рублей. Ну что, нельзя было сказать. Ну, ребят, парень, не кури там, туши или что-то. Мне сразу штраф пенсию трогает. Ну, обиженные. 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 Я что-то сказал? Подоехали здесь. Ну, маленькая. Ну, колония. Ну, как, ребят? Ну, пока не изменим. Пока мы её не применяем, эту конституцию. Вопросов нету. Никакой тут справедливости. Не будет никогда. Да. Вон я домой поехал. Какой-то это был. Цены больше, чем в Москве. У нас именно недостойной жизни ждать нечего. Не будет, не будет. Да. А что ждать-то? Если мы в статусе колонии, ну, если вот ещё лет 10 пройдёт в таком статусе, ну, будет только хуже. Хуже, хуже. Вот у кого-то есть сомнения, что будет хуже, я думаю, нету. Нету. Всё время хуже. Ну, уже пора, уже пора понять и разобраться, что происходит. Вон, я домой ездил в Макейку, да? Секунду. А. Я говорю, ничего не буду. Домой ездил в Макейку. Возьмите газетку. Цены такие же, как в Москве. Почему? Ну, как вам сумка какая? Газеты хватит с тестом. Мы просто говорим, что вот если ещё 10 лет пройдёт, в статусе колонии Россия пробудет, то будет только хуже. Можно я не снимать? Я хочу послушать. Да, вопросов нету. Мы все сюда за. Я тоже подошёл, как и вы. Вот. Поэтому. Я сам готов принять потерь. Вас лучше сыграть. За Путина. Ну да. За Путина, за Родину. Вообще-то в Конституции власти не являются. Мы за как-то царя. Мы за готов против боевать. Ну не берут. Какую газету? Там лазом такой, царя был за отечество. Да. Ну это может церковная какая-нибудь там газета? Да. Там не церковная. Там вот тоже вот такая вот. В соответствии с 10 статей Конституции. Путин власти не является. Все претензии, все это на него. Ну тут даже вот. У меня ребёнок 2008 года. Рождён. Говорили, что это. Суды и законодательные. Суды и законодательные. Все не выплатят. Ничего не выплачивают. И всё. Я не бегаю. Ничего. Правительство. Президент. Не входит ни в одну из футов для власти. Это. Это написано. В 11 статье. В комментариях. Вот там комментарии есть. Там написано, что Путин не уходит ни в одну из трёх. Это в какой? Это в 11 статье. В 10. А глава какая? Первая глава. Да. Там в 16 первой главе 16 статьи. Давай не переписать. Да, конечно. Можно сюда? Ну раз мы стоим за суверенитет, значит его нет. За Россию. За Россию и за Россию. За отечество в границах 1945 года. За что воевали наши деды? Да. Это правда. За свободу нашу. За свою историю. За свободу. А как и что? С 45 года. За право принимать решения. Наши границы где были? Независы оставили. Польшу. Западную Украину. За суверенитет. Дальше отсылайте их пускай. За суверенитет. Право принимать решения. За нас принимает сейчас. По 15 статье 15.4. По этой статье. За нас принимает право решения. Международное право. Да. Да. Совершенно точно. Международные органы. Бастрыкин то слышал? Что сказал вчера? Что? Бастрыкин. Бастрыкин. А? Бастрыкин это глава Следственного комитета. Александр Иванович Бастрыкин. Ну вот он как раз заявил про Конституцию. То что ее надо менять. Отменять приоритет международного права над внутренними законами России. И он сказал что надо прописать приоритет внутреннего права над международным. Вот так. Как в Америке прописано вообще. Конституцию Америки. Так написано. Он когда в 15-м году. В 15-м году он выступал в МГИМО. Спасибо большое. Частливо. Да. Почитай разберешься. В 15-м году он выступал перед школьниками в МГИМО. Да. Он сказал в Конституции правовая диверсия. Совершенно точно. А вчера он просто так вообще нодовская речь от начала до конца. И про идеологию сказал. И про значит приоритет международного права. То что это надо отменять все. Вопросов нету. Нету нашего Захарченко. Который погиб. ГИВИМО, МОТОРОЛА. Ну да. Многие погибли. Что тут говорить. Конечно. МОТОРОЛА и ГИВИ. Обидно было. Наши земляки. Так. Ладно. Сейчас я подойду. Да. Всего хорошего. Подойду к нашему соратнику. Который раздает агитационные материалы. А точнее информационные снаряды. Листовки и газеты. Многие снимают бланк. Референдум по 17 марта 1991 года. Они читают только почему-то одну часть. Сохранение Советского Союза. А то что там устанавливался приоритет. В этом же предложении написано без запятых. За сохранение в обновленной форме в составе независимых суверенных республик. Суверенных республик. И все это без запятых. То есть приоритет республик. Это самое. Законы республик. Они устанавливались выше. Да. То есть после этого называют сепаратизм. Сепаратизм. Разделение на куски. Разделение на куски. И заложен был еще Лениным в 1117 году. Да. Я помню слова Путина. Что Ленин заложил ядерную бомбу в СССР. Да. Я помню. Нет. Он не горил ядерную. Он заложил 2000. Он не ядерную бомбу. Ядерную бомбу. Он сказал, что было заложено 2000 вот этих вот закладок. И в которых стоит только отпустить на секунду, мало никому не покажется. Что я не понял? Он заложил вот этих вот 2000 закладок. А. Да. И стоит только отпустить на секунду и мало никому не покажется. Вот это я кстати не слышал фразу. Это он сказал. Интересно. Например так. Сергей скажи как вот народ то сегодня реагирует. Говорят там что-то. Кто-то может против. Кто-то за. Да. В основном поддерживают конечно. Но это самое. Была тут у нас провокация. Ну да. Даже драк шла. Вячеслав рассказывал. Да. Была какая-то там попытка потасовки. Ну мы вызвали полицию и ели. Где-то как бы. Разрешилось. Провокатор подошел. Начал орать. У нас вот. Бомбят. Брянск. Я говорю. А что ты сделал для того чтобы перестать взгляд бомбить. Ну вот. Сразу полез в драку там. Ну. Слав вызвал. Сюда. Повернись к нам. Вот так. Слав вызвал. Самое. Ну его забрали? Полицию. Его забрали да. Ну и граждане тоже помогли. Оттащили его. Ну. 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 В общем ну. Ну в общем ну. Ну в общем ну. Ну тут же. Народ. Да. Постоянно видишь провокации все. Провоцирует. Народ раздевает. Ну и не так. Времени остается. Вот так вот. На фронте ждут конкретного решения народа о восстановлении полного государственного субъекта. Да. Это кто-то тебе сказал или ты сам говоришь это? Я просто говорю. А даже ролик такой есть. Ну так это и так очевидно. Я не видел такого ролика. Кто говорит? Ролик нашего координатора Евгения Алексея Федорова. Вот так и называется. Не. Если это так то если сами бойцы с фронта ну как бы это уже понимают это уже очень хорошо. Они не знают. Потому что многие недопонимают за что идет военная. Вот я конкретно у этого полуприятного с фронта уже спросил. Уважение к нему что он приехал. Я думаю что он не врал. И форма у него там лежит. И что он действительно. Ну понимаешь они находятся под этим давлением да. Каждый день могут умереть. Я вполне могу понять что он бухает. Возможно вот он как сказал в отпуск приехал да. Как он находит единственный способ как вылечиться от этого стресса. А когда глубже его понимаешь. СССР. СССР жил жилой. Государство было вау. Как вернуть его. И тут он бац уже не понимает. Он только чувствует винтовку ружье. И бухнуть чтобы расслабиться. Вот понимаешь какие циклы закрутили да. А за что пикетчик стоит за идеологический фронт. Кстати вот это он сказал что пикетчик молодец на идеологическом фронте. Вот это он понимает. Но механизма не понимает. Я подозреваю что большинство кто на фронте находится как раз тоже. Вот как эти курсанты с которым ты сегодня разговаривал. В военной форме. Оркестр военный блин. Полный ноль. Они вообще не понимают. То есть они не на фронте не были. И здесь в какой-то военной форме. Сколько их там было. Чёрт тридцать да. И плюс их руководители. И они не понимают механизмы. Понимаешь я правильно сказал. Если люди которые. Вот как делаю. У себя. По Владимира Владимировичу. Что люди с фронта возвращаются уже совсем другими. То есть они там уже проходят это горнило и включаются мозги. А как же так. За что мы боремся. А почему у нас конституция колониальная. А что лежит в основе. То есть они уже начинают включаться в эту тему. А вот эти курсанты которые с оркестрами ходят. Их всё устраивает. Они здесь в Москве. У них видимо хорошие зарплаты. Им всё равно. То есть. Понимаешь как общество разделилось. Эмоционально высказывалось. Надеюсь что мы не плачиваем общество. В плане того что. Здравомыслящих людей больше. Но они также разделены. В отсутствие вот этой вот правдивой информации. И вот наша задача как раз сплотить вот эту вот. Здравомыслящую часть общества. Чтобы. Чтобы. Запроса хватило. На. Восстановление полного государственного суверенитета. Да. То есть. Как я там. Общался тоже. Пару. Миней назад. С респальным. Говорят. Какой смысл спасать этот народ. Если они оценить это не могут. Если они не понимают что они в колонии. Их всё устраивает. Они хотят быть рабами американскими. Для них это пугающее слово. Это вы раб. А я не раб. Пошёл. Да. Смешно. Да. Я свободный. Я свободный. И отвлекает вопрос. Если вот. Трезвомыслящая часть общества. Поддерживающая группа. Поднимающая. Что там уже подошёл к этой точке. Это самое. Ну нас мало. То есть. А где остальное 90% граждан общества. Которые должны это понимать. За что мы боремся. И пока вот этот процент. Подавляющая. Какой-то такой. Критическую массу. Не перейдёт. Я думаю. Что минимум 10%. Должно быть. Это пошаговый барьер. Спасать это общество. Несчастных людей. Нет смысла. Потому что они не оценят твоё. Спасение. Никак не оценят. Им сначала надо понять. Что происходит. Именно. Вот поэтому Владимир Владимирович сказал. Что с фронта приезжают. Уже совершенно другие люди. Переосмысленные. За что они борются. Они начинают искать истинного. Они начинают читать конституцию. Они начинают проверять. Почему Америка победила в холодной войне. То есть понимаешь. Вот это свой процесс перевоспитания. Вот да. Это хорошо сказал. Очищение мозгов. Это свой процесс перевоспитания. Ну очищение мозгов. Да. Потому что там знаешь. Когда пули свистят возле головы. Там где-то пролетают. И разрываются снаряды. Вот очень быстро доходят. Очень быстро. За что ты борешься. Да. Особенно вот когда в 14-15. Вот началась в этом. Донецк. Луганск. Вот те которые сюда приезжали. Вот им не надо было знаешь. Долго объяснять. Что происходит. Они быстренько врубались. Во все. И все понимали. Да. Видимо только вот так вот. Доходит. По другому. А как дойдет то. СМИ они. Значит не говорят об этом. СМИ вообще так болванен. Значит головы. Нашим граждан. Что они в этом информационном мусоре. Просто не могут понять ничего. Что происходит. Понимаешь. А там уже. Другие. Судя по этим курсантам. Я честно говоря тоже. Там другие уже механизмы включаются. На боевых этих. Вы сегодня общались с военным оркестром. С ребятами. Они не хотели говорить. Но в итоге. Вадим разговаривал. Ну да. Я долго разговаривал. Да. И как бы. Проверка показала. Что честно говоря. Честно говоря. Просто печально. Даже страшно. Честно говоря. Я когда с руководителем с вами говорил. Я тоже понял что. Ему тоже сказать нечем. Потому что он просто ничего не понимает. Прям так обидно стало. А он даже старше меня. И я так на него смотрю. И понимаю что он просто начинает закрываться. Потому что он искренне. Ничего не понимает. И все хорошо. И он. Какие претензии. Здесь извиняешь. Их все устраивает. И все замечательно. Зачем идеологию знать вообще надо. Какие конституции. Чем здесь. Чем тут несете. Да. Надо пойти послушать. Чем тут не заговорим. Кстати. Быстрик сегодня. Выраженные вещи устраивают. Да. Быстрик вообще выстрелит. Устанавливать идеологию. Отменять их. Не. Ну вот смотрите. Слова звучат такие. Но. Всегда за словами. Должны быть действия. Да. То есть. Ну слова серьезные. Прозвучали. Из серьезного ведомства. Да. Следственного комитета. Ну. Десять лет назад. В первый раз. Когда он нам что-то сказал. Какие средства массовой информации. Вот это вот. Никто. Никто. Вообще. Серьезный человек. Из его серьезного ведомства. Никто не сказал. Не показал. И никто не знает. какой-то. Каланчевский какой. Каланчевский улица какой. Каланчевский. То туда везетку. Вот host��릴. А вот. Туда? вот видите вот там налево и направо туда ну вот тут идет разговор шел уже точно из уфы да да из уфы тоже вот поддерживаю тоже газетки распространяю хожу там и по ящикам разбрасывает так это педагоги приехали тут на обучение хорошо что подержит понимает так вот на курском вокзале там еще рамиль стоит ну да так друзья но идет народ здесь на ярославском вокзале город москва да вот второй плакат я и не показал со стороны спины висит за армию за отечество запись но на этом буду заканчивать трансляцию все ссылки будут в описании ролика значит и листовки и подписной индекс газету национальный курс также будут ссылка на группу вконтакте за референдум ссылка будет на запасной youtube канал почему-то я сейчас не могу давать youtube канал прямую трансляцию она не запускается вот только вот я сейчас снимаю на видео и потом загружаю на этом заканчиваю всем здоровья всем добра до скорых встреч